Итак, друзья, 34 курс касания перетаскивания отпускания бюджета или простыми словами OnTouch, то есть программными OnTouch DAWN, OnTouch MOV, OnTouch MOV, OnTouch UP мы поступим следующим образом. Тема очень важная и мы ее изучим в виде алгоритма. То есть сначала вы сделаете то, что я порекомендовал в курсе, просто скопируете весь код, который есть на странице в уроке. А дальше, в следующих шагах, мы с вами его пропишем. Мы пропишем весь код ручками сначала до конца. Не забудьте сделать, как я говорил, папочку help, чтобы этот код разместить, а потом в программе будем писать. Если коротко, что мы будем делать? Итак, смотрите, у нас должна получиться такая вещь, грубо говоря, вот человечек, который должен таскаться. Происходит три события, то есть мы навели, при этом важно с предыдущих уроков запомнить, что киви без разницы, это мышь, это палец на планшете или это перо. Но здесь есть определенные хитрости. Значит, ну понятно, что не может идти перетаскивание, пока не совершилось касание. То есть касание, перетаскивание, отпускание. Только в таком порядке. Это логика, да? Поэтому сначала daven, потом уже move. Значит, мы с вами пропишем каждую строчку кода. На самом деле я коротко сейчас расскажу, здесь в чем секрет. В киви часто используется конструктор init. Здесь, на этом месте, вот эта строка self-selected none, у людей, которые приходят, допустим, с языка, с подобных языков, у них начинают вылетать мозги. В этот момент, как правило, люди пытаются найти официальную справку, какую-то функцию. На самом деле, при помощи конструктора init, мы просто-напросто вот придумали слово select, нам такое слово захотелось придумать, и просто выделили место. Хотя, сам select, вот это место, мы будем использовать позже. То есть, писать под него код. Писать под него код, грубо говоря, в котором будет обозначаться, что нужно наводить на центр, чтобы был курсор. Но это не так важно, сейчас разберемся по ходу. Значит, очень часто эта конструкция используется в киви. И еще раз повторяю, что будем разбираться конкретно далее в курсах. Это только обзор. По сути дела, init и функция супер. Грубо говоря, которая потом мы видим супер везде, да, вот это, вот этот. То есть, наследование, как предка брать, то есть, как родителя, вот этот класс. Тогда у нас не будет никаких конфузов, и все, что будет происходить на экране, будет происходить только в рамках этого бюджета. Ну и дальше мы с вами будем проописывать, то есть, вот эти методы, onTouchDown, они все есть в киви, уже описаны. Они знают, что за координаты, как. Просто мы познакомимся со справками и изучим методы, такие как Calide Point. Далее изучим метод, где я его тут хотел найти. Сейчас скажу. Изучим метод. Хотел обратить внимание сейчас. Ну, ну да ладно. Значит, по сути дела, мы с вами опишем классы, просто-напросто их переопределим. Не классы, а функции касания, перемещения, когда мы отпускаем, и уничтожение. То есть, по сути дела, это разберем все полностью, да. Я просто считаю, когда у вас будет сначала полный код, а потом его писать ручками, разбирать каждую функцию, тогда это действительно заполнится. И это полностью рабочий код, который, в принципе, очень часто используют киви для функции перетаскивания. Вот в этом суть курса, чтобы у вас все заработало, а далее будем все расписывать. Значит, сайт python4android.spb-tut, как я говорил, легко найти, если зайти на сайт табдомен длинный, здесь короткий, spb-tut.ru нажать еще, то мы перейдем прямо на сайт python4android.spb-tut.ru Все, ребят, успехов, все получится, не волнуйтесь, все просто. Спасибо. Продолжение следует...